Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. В последнее время я стал самым настоящим экспертом в области зеленой бродиловки. Здесь, в Республиканском центре экологии и краеведения, мы даже затеяли исследовательские проекты на тему улучшения состояния вот этого качества этой зеленой бродилки, чтобы с одной стороны у нее была высокая-высокая ценность, а с другой стороны она как следует пахла. Мы даже заложили эксперимент. У нас 14 вариантов, включая контроль с различными добавками в эту самую бродиловку. Мы сейчас изучаем, что происходит. Запах меняется от зверски и вообще ужасного, просто даже не с навозом сравнить, до запаха вишневого. То есть вот бродиловка пахнет вишневым компотом. Вот Захар может подтвердить. Вот подтверди, Захар, так это или нет. Сами-сами сегодня нюхали. Да, так и было. Вот. Сегодня, в сегодняшнем выпуске я, конечно, я буду еще-еще-еще говорить об этой бродиловке, о каких-то процессах, о биохимии процессах, о биотехнологии процессах. Это все очень интересно. Но здесь на канале я сейчас хочу просто ответить на те вопросы, которые мне чаще всего задают, когда, ну, выходит какой-то ролик на тему зеленой бродиловки. Это, конечно, не все, но чтобы как-то улечься в какие-то временные рамки, я вот просто взял бумажечку, распечатал и буду читать и отвечать на них. Итак, очень часто встречается вопрос, как долго хранится бродиловка, и что делать, если она стала черной. И вот связанный вопрос, а можно ли использовать бродиловку, оставшуюся с прошлого года? Может ее развести покрепче? Я вам скажу так, если вы берете обыкновенную бродиловку, то есть трава с корнями, или там без корней, неважно, сорняки, заливаете водой, бродите, то где-то на пятые-седьмые сутки определить вы это можете по очень сильному запаху, который образовался, вот по этой вонище, которая образовалась. И потому что там было сильное газообразование, вот вы бочку эту тряхнете, оттуда бру-ру-ру, пузыри пошли, и вонище пошло страшное. Вот это срок, когда вы должны в течение ближайших 2-3 дней, если вы ничего не добавляете, эту самую бродиловку использовать. Почему? Потому что в толще бочки работают сперва маслянокислые бактерии, клостридии, которые выделяют масляную кислоту. Вот эту вонищу, про вонищу хочу сказать. Вот эта вонища, она очень полезная. Масляная кислота, наряду с янтарной кислотой, является прекрасным источником энергии, как для растений, так для животных, так и для нас. Она у нас образуется внутри желудочно-кишечного тракта. Более того, масляная кислота оказывает весьма благотворное влияние на наш организм. Но, конечно, я не призываю ни в коем случае пить эту бродиловку. Но на самом деле есть бутераты, лекарственные препараты, которые улучшают состояние нашего здоровья. Точно так же улучшают состояние наших растений. И зеленая бродиловка, а мухи вечно ко мне пристают, в том числе благодаря содержанию масляной кислоты. Так вот, когда масляная кислота перестает образовываться, через какое-то время бродиловке перестает пахнуть, и это очень плохо, существенно снижается ее ценность. Там, на дне, начинают работать метаногенные бактерии. Они начинают превращать минеральный азот, который так полезен для наших растений, в азот, который в воздухе находится, который растения не могут усваивать, он оттуда улетает. И начинает выделяться метан, то есть улетает тот ценный углерод, который является пищей для почвенной микрофлоры. Поэтому более чем там, ну до 10 дней не стоит эту бродиловку держать. Но это не означает, что ею нельзя поливать растения. Ею поливать растения можно, нет никаких проблем. Но другое дело, что ценность ее падает. Вы растения не отравите, а ценность этой бродиловки безусловно падает. Поэтому уже она совсем не то, что было раньше. Поэтому если вы ничего не добавляете, использовать ее надо в течение ближайших 10 дней от начала процесса. Следующий вопрос. Можно ли добавлять сыворотку в бродиловку? И можно ли добавлять в баке от перегноя? Вот можно ли добавлять? Есть вещества, которые добавлять точно не стоит в бродиловку. Это любые щелочи, зола. Нельзя ни в коем случае добавлять в бродиловку. Во-первых, улетит аммиак, азот ваш улетит. А во-вторых, вы активизируете работу метаногенных бактерий. И это будет очень плохо. Кроме того, вы активизируете также работу клостридий. У вас вонища пойдет в 10 раз сильнее, чем была. И здесь надо соблюсти баланс. С одной стороны, вонища этой бродиловки – это польза. С другой стороны, очень многие ограничивают использование этой бродиловки из-за этой вонищи. Поэтому все-таки зола в бродиловку – это зло. Что касается многих других веществ, а можно ли сыворотку добавлять? Можно, беды не будет. Но она вам ничего не изменит особо. То есть это хорошо, что вы добавите сыворотку. Сыворотку добавлять можно, благодаря тому, что она содержит молочную кислоту. Молочная кислота будет связывать аммиак, будет образовываться аммоний, лактат аммония. И он не будет улетать, поэтому добавлять можно вполне. Следующий вопрос. А я добавил фитоспорин, азот фиксирующий бактерии в эту самую бродилку. Что касается фитоспорина, то сенная палочка, к сожалению, в этой бродилке не приживается. Она вырастает только в самом верхнем тонком слое, который контактирует с кислородом. А все, что глубже, вся масса вот этой бродиловки, фитоспорин там не живет, как и не живет сенная палочка. Что касается азотфиксирующих бактерий, то препарат азотовид на основе беринки, такой вот, ну там для рассады, например, да, есть на основе азотобактера, есть на основе беринки. И вот на основе азотобактера, конечно, добавление вот этого самого препарата является очень-очень благотворным. Также в бродиловке очень хорошо приживается препарат гулливер и более-менее хорошо приживается препарат серии фосфатовид и калиевид. Вот они тоже приживаются. Их добавлять в бродиловку вполне можно. Но скажу вам, что из всех препаратов только азотовид на основе беринки и только гулливер, по моему опыту, изменяет состояние этой бродиловки таким образом, что она может храниться долго, там вообще идут совершенно другие процессы, чем в дикой бродиловке, и они ее консервируют. И вот на этом, на этой консервации я подытожу этот небольшой выпуск, да, посвященный вот этим важным вопросам. Это, можно сказать, часть первая будет, потому что будет еще и вторая. И я начал со сроков хранения травяной бродиловки и закончу сейчас сроками хранения травяной бродиловки. Если вы добавляете гулливер и если вы добавляете вот эту самую беринкию, то считайте, что вы превратили свою травяную бродиловку не только в удобрение, но вы еще ее превратили и в биопрепараты, которые будут храниться не менее полугода без всякой порчи. Поэтому вы их можете использовать достаточно долго. Если она у вас год простояла, перемерзла, растаяла, и на весну вы хотите ее использовать, просто сделайте концентрацию в два раза больше. Это будет ценнейшим не просто удобрением, а превосходным средством и для стимулирования, и для защиты растений. Что ж, на этом я заканчиваю первую часть ответов про травяную бродиловку, и встретимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok